Кирилл, главная тема нашей с вами беседы сегодня. Какие масличные культуры окажутся наиболее рентабельны в следующем сезоне? На какие, может быть, стоит сделать ставку аграриям? Понятно, что следующий сезон начался уже с переходящих остатков подсолнечника. Разные данные приходят от аналитиков и от аграриев. Аналитики говорят об огромных переходящих запасах подсолнечника, аграрии, о том, что урожай плохого качества. Каково ваше мнение на этот счет? Что с качеством, которое убирают поздно и до сих пор? Давят ли эти объемы на закупочные цены или они не имеют смысла? Если говорить вообще конкретно про тот урожай, который убирали зимой, про тот урожай, который убирали в начале весны, то, конечно, есть определенная просадка по качеству маслосемян. Но тоже нельзя говорить так прям масштабно, что у нас глобально есть проблемы с сырьем. Нет. У нас, например, есть информация, что на начало текущего календарного года, когда тот же подсолнечник поступал на переработку на маслозаводном центре России, 50% сырья проходило без каких-то отклонений по параметрам. Вторая половина сырья, которая поступала, было небольшое и частичное отклонение по качеям, число масла по влажности, по запаху и так далее. Но в целом нельзя говорить о том, что у нас какие-то определенные трудности в этой говаре. То есть то сырье, которое поступает, оно достаточно хорошее, оно достаточно надлежащего качества и так далее. Если говорить конкретно про уборку, то она действительно шла в этом сезоне, в первой половине сезона очень-очень долго. Очень большие поля остались в Поволжье. У нас даже была информация о том, что примерно 700 тысяч гектар оставалось неубранными где-то на середину зимы в Поволжье, конкретно в Самарской области и в Оренбургской области. Мы не выходили как-то с этой информацией в публичное поле, потому что, ну, когда мы в этом сообщили, мы примерно думали на 700 тысяч гектар. Ну, мы как бы все понимали, да, что корректировки будут проведены относительно не только показателей волового сбора, но что до 29-ти дорастет оценка. Я слышал только от одной компании такую оценку. В целом мы все ожидали, ну, 26-27, ну, практически 28. А, видимо, действительно, те площади, которые остались неубранными, оказались очень-очень внушительными. Ну, я тоже скажу, что не только Поволжье, но и, например, в том же центре России. И, действительно, за счет этого удалось добраться. Вы спросили про закупочные цены. Если говорить конкретно про тот подсолнечник, который, например, убирали на протяжении последних 3-4 месяцев, то конкретно именно это сырье на рынок давит не так сильно, как вообще суммарно. И те запасы, которые у нас есть в резервуарах, в наших организациях. Поскольку сейчас основной вопрос – это пропицит сырья на внутреннем рынке на второй половине сезона, потому что первая половина сезона характеризовалась, опять же, ростом, каким-никаким ростом все-таки цен на масличную культуру, на подсолнечник частности. Это за счет вялой торговой активности, это за счет сложности в уборке, ну и там прочих определенных факторов. За счет сопутствующей, опять же, пошлины на масло была нулевой, что мировые котировки были повыше, чем сейчас. Ну вот все это оказывается в реальном цена образования. Понятно. Но переходящие запасы высокие – это проблема только для подсолнечника или для других масличных культур тоже, для рапса, сои, например. Ну вот если мерить от сезона к сезону, например, да, вот, допустим, заглянуть немножечко вперед на вторую половину, то, вероятнее всего, конечно, мы встретим с еще большими остатками по подсолнечнику, отбективы еще больше, скорее всего, в отечественных сельхозорганизациях, поскольку, я повторюсь, не такая активная реализация идет, и все это еще и в корпус рекордным рожаем проходит по соевым бобам, к примеру. Мы, наоборот, ожидаем частичного снижения, потому что сокращение импорта отмечается в Южной Америке, где в прошлом сезоне была засуха, где в Бразилии была потеряна часть корроза, где в Парагуа была потеряна часть корроза, и даже в Аргентине не так много, но тоже была потеря. Вот, и отечественные заводы работают сейчас больше на отечественном сырье, поэтому здесь будет определенный спад по рапсу, пельну, масличному будут тоже определенные корректировки, но мы ожидаем, что в сторону повышения невысокие, преимущественно все тоже за счет укорного урожая у нас прибавится от сезона к сезону внутренние запасы. Насколько это критично будет для цен? Сложно говорить сейчас, насколько это будет критично, оценка, потому что все в целом будет зависеть от той конъюнктуры, которая будет сохраняться на тот момент, смотря какие меры будут сохраняться на 23-24. Если опять же смотреть как-то по отдельным примерам, по различному рапсу, я повторюсь, что существенного роста там не ожидается. Там будет, да, прирост, но он будет замеряться в 100-200-300 тысячах. Понятно. В 2021 году, например, наш переработчик Астон планировал запустить масштабный проект, льняной завод поставлять в Европу, но потом все это стало очень таким рискованным делом, в связи в том числе и с санкциями, введенными против России. Скажите, пожалуйста, вот эти санкции отражаются на масличном рынке, и есть ли у нас, например, нишевые культуры, сбыт которых теперь оказался под вопросом? Ну, тот же лен, горчица, например, рапс. Ну, в глобальном смысле санкции не влияют на наш экспорт как-то масштабно, да, там сохраняются какие-то проблемы со страхованием, с платежами, да, у нас, то есть возрастная стоимость логистики, это ни для кого не секрет. Но при этом те экспортные рынки, на которые мы ориентируемся изначально, там неважно, по какой отечественной продукции конкретно идет речь, там, это сырьевой, это не сырьевой экспорт, да, все отгрузки идут, ну, так, как они идут, на тот, наверное, можно сказать, даже максимум, на который это может быть выдавлено, там, например, по нашим оценкам, за первую половину этого сезона экспорт масличных более 2 миллионов тонн составил, где-то 2 миллиона 200 тысяч тонн. Экспорт растительного масла, по-моему, 2 миллиона 600 тысяч тонн, примерно, свыше, если смотреть по всем видам отдельно. Там наши основные, например, экспортные направления Индии, Китай, они сохраняют высокий спрос, то есть мы туда поставляем активно, ну, там есть определенные детали, с тем, что сейчас, например, в этих регионах сформирован большой запас по подсолнечному маслу, ну, это, наверное, не стоит углубляться. Если в целом рассматривать наш экспорт, то, наверное, мы сейчас показываем тот максимум в тех реалиях, которые можем показывать сейчас. Понятно. Как вы считаете, как изменятся площади сева масличных в текущем году? Они уменьшатся, сократятся, может, какие-то культуры рванут вверх? Ну, однозначно будет интерес такой, его назвать ли можно глобальным, ну, интерес очень большой к нишевым масличным культурам, масличный лен, который, я вот говорю очень часто, что масличный лен, это, наверное, такая соя-версия 2.0, да, когда-то, потому что никто толком в сою в России не верил, да, а сейчас они в каких масштабах ее выращивают, на том же Дальнем Востоке. Не сбавляют же обороты, они же хотят продолжать выращивать ее дальше, та же Амурская область, это вообще, ну, наш соевый регион, в центре тоже активно выращивают. Поэтому мы ожидаем, что даже на новый сезон, с учетом всей той рентабельности, которая будет сохраняться на внутреннем рынке, больше всего площадей внутривыражения будет под сою. То есть не под сою, да, но самый большой прирост будет на сою. То есть, понятное дело, подсолнечный, в любом случае, будет наше основное, оно больше всего будет под сою. На второй позиции наверняка будет по приросту масличный лен, на третьей позиции это, вероятнее всего, будет рак. По подсолнечнику, скорее всего, будет частичный спад, ну, здесь хочется, что называется, понадеяться, подождать и хотеть, чтобы спад или сокращение частично не такое большое и не так сильно отразилось на показателях полового сбора, потому что, опять же, тоже исходя из мировой практики и общероссийской, наверное, очень много нам надо стараться работать над урожайностью, над урожайностью масличной культуры, над повышением этого всего, чтобы итоговые оценки урожая были все так же высокими. Я вот приведу, например, у нас многолитный лидер по главному сбору подсолнечника это Саратовская область, они были лидерами в 2020 году, в 2022 были лидерами, но в 2021 году, например, они оказались на второй позиции, их обошли представители из Ростовской области, причем в полтора миллиона гектаров было засеяно в Саратовской области и около 800 тысяч в Ростовской области. И аграрии Юга смогли за счет своих профессиональных, скажем так, качеств, своего профессионализма высокого добиться таких высоких показателей по головому сбору и опередить саратовских аграриев. В этом году у них примерно, в прошлом году, в 2022 году у них показатели примерно равны, больше двух миллионов тонн там и там, но тем не менее сейчас саратов. Скажите, а вот по рынку масел можете дать какой-то прогноз? Понятно, что наши аграрии напрямую зависят от того, сколько денег им заплатят переработчики. А что у переработчиков? Что дальше? Мы увидели падение цен на масла. Дальше куда двигаться? Вниз и вверх? Да, наверное, это сейчас... Нельзя сказать, что это какой-то переломный, но очень важный момент в нашем ОПК, когда растения и воды нуждаются в поддержке, как никогда ранее. Наверное, мы это прекрасно понимаем. И, наверное, сейчас регулятор, отраслевые объединения должны включиться в реализацию, так скажем, каких-то определенных программ, в реализацию механизмов, использовать все доступные инструменты для того, чтобы повышать доходность у сельхозтоваропроизводителя за счет определенных действий и чтобы, например, число оборотных средств у наших переработчиков возросло для того, чтобы стоимость закупа сырья также, соответственно, возросла, поскольку сейчас мы видим такую ситуацию на рынке, которая происходит. Мы видим, что, например, тоже зерно, те же зерновые культуры, например, в отдельных регионах становится уже, ну, не просто мало рентабельно, например, на уровне 15-20%, хотя мы тоже очень высокие показатели, они вообще не же порога рентабельности. Поэтому, конечно, здесь это тоже определенный фактор, когда все смотрят на масличные, потому что, допустим, те хозяйства, опять же, агрофлотинги, с которыми мы общались, да, некоторые говорят о том, что будет, например, кто-то говорит, что будет, например, сокращение под рапсом, кто-то, наоборот, рапс старается расширять все зависит от индивидуальных определенных моментов. Но, в целом, например, если говорить про пшеницу или про зимую пшеницу, не знаю, все говорят больше, что мы не будем сеять скорее пшеницу, чем пшеницу. Ну, все-таки, куда направлен рынок масел? Ожидать ли нам какой-то засады от Индонезии, Малайзии, которые вдруг раз увеличат производство пальмы, что потянет за собой остальные масла? Ну, естественно, вот если равняться, да, опять же, с мировым рынком, с теми ценами, которые есть сейчас, то это такой момент, когда мы пытаемся предложить по подсолнечному маслу, наши отечественные компании пытаются предложить более конкурентоспособные цены. Опять же, почему? Потому что котировки на рапсовое масло, на пальмовое масло сейчас находятся на абсолютно низких значениях, и цены на подсолнечное масло в Черноморском регионе в середине марта опустились до минимального значения за последние два с половиной года примерно, это, соответственно, самое низкое значение также с начала текущего календарного года. И даже в Европе цены на европейское рапсовое масло впервые за четверть века стали ниже, чем на пальмовое масло, поэтому это к таким не очень приятным факторам относится и не дает такого, конечно, определенного импульса для того, чтобы качнуть мировые котировки на подсолнечное масло, чтобы протранслировать всю эту выручку, всю эту прибыль на уровень сход производителей и на уровень повышения закупочных цен сейчас, такая ситуация с маслами. Сейчас подсолнечное масло на экспорт, по какой цене продаете? Примерно менее 1 тысячи долларов за то. Понятно, есть ли предпосылки какие-то к отменям экспортной пошлины на масло, как вы думаете? К отмене экспортной пошлины на масло, ну, я не знаю, насколько есть предпосылки конкретно, это, наверное, скорее решают регуляторы, которые участвуют в обсуждении вопроса. Но если так смотреть масштабно, то, конечно, наверное, это может как-то повлиять на наши закупочные цены в плане роста, потому что, да, мы видим, что, как я сказал, первая половина сезона шла под девизом рост цен на масличные. Т.е. мы стартовали. Так не очень интересно, не очень привлекательная стоимость была совсем. Но все равно это постепенно, 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 постепенно росло. Экспортная пошлина была нулевая на масла, нулевая на масла. И, соответственно, все это поднимало, поднимало, поднимало постепенно цены на масличные. И, возможно, если вот теоретически будет принято решение, как вы говорите, вы, то это поддержит наш внутренний рынок. Но я не обладаю информацией на счет того, что такое мероприятие. Алиоскоп – это компания, которая анализирует рынок масличных. Скажите, а вот рентабельность разных масличных культур случайно вы не оцениваете? Что в текущем году наиболее прибыльно для аграриев? Подсолнечник, рапс, соя, масличный лен, горчица, рыжик? Мы оценивали среднюю рентабельность на уровне 40-60% коридора сейчас находится по отдельным архитектурам. То есть если взять, у нас есть данные о том, что 40-60%. Ранее было это несколько выше, если сравнивать с 2022 годом. Например, там было чуть выше, в районе 60-80% была рентабельность. Раньше еще чуть было побольше, но там, соответственно, средства защиты растений подорожали, подорожали запчастями, сложности какие-то, это все, естественно, не сказывается на показателях. Ну, я же говорю, что по нашему оценку примерно 40-60%. То есть, в принципе, если в регионе соя растет, ее можно выращивать, то она будет прибыльной. То же самое подсолнечник, рапс, если это не азимый рапс, который вымерзает, то можно выращивать обязательно прибыль хозяйственных получих, да? Ну, здесь надо больше отталкиваться, знаете, от самого региона, который есть, потому что, опять же, нужно понимать ситуацию с тем, куда бывать конкретно масличные. Потому что, например, давайте на Дальний Восток посмотрим. Там нет мощностей для переработки нашей продукции, ну, глобальных мощностей, в контексте того, сколько там выращивают, мы не можем из этого произвести тот объем своего масла, шрота, лецитина, изолята. Там нет этого просто. Там идут разговоры об этом, там подбираются площадки, хотят туда выходить инвесторы, даже там зарубежные инвесторы присматриваются к этому региону. Но этого нет. Поэтому, конечно, например, соя там, ну да, это перспективная. В каких-то отдельных эпизодах все это зависит от региона. И вообще любое, там, например, расширение, вот если производство наших площадок перерабатывающих, они зависят исключительно от того, ну, от этой сырьевой базы, которая там сосредоточена. Потому что, ну, когда-то, допустим, масличных в два раза меньше, чем перерабатывающих мощностей, конечно, это приведет к хорошему, не для переработчиков, не для кого. Хотя, как говорится, сырье высокое тоже может быть. И это тоже положительно сказывается в определенных моментах на итогах смотрения в котировках. Понятно. Ну, и в завершении такой вопрос. Алиаскоп работает ли Сильпо с производителями? Какую аналитику может дать? Какие у вас условия сотрудничества? Это все происходит в индивидуальном порядке. Все зависит от тех запросов, с которыми приходится к поставкам производителя. Мы можем анализировать рынок как масса, так масс личных, оценивать российские регионы с точки зрения рентабельности. Опять же, про Сильпо с производством по масс личным. Кто-то также интересуется, например, отдельными крупными регионами, пытается понимать, как происходит ситуация. То есть, например, Бразилия, Индонезия, которые тогда вы упоминали. То есть, чтобы примерно оценивать ситуацию на глобальных рынках масса на текущий момент. Мы, к тому же, еще и информационные агентства, поэтому мы поставлены информацию о текущих реалиях. И, исходя из того, что может видеть наш секунд-производитель, трейдер-переработчик, он может для себя сделать какие-то определенные выводы о том, что сейчас происходит на рынке и какие ему дальнейшие движения делать. Мы все-таки не настаиваем на каких-то конкретных направлениях движения для нашего секунд-производителя. Мы ему даем ту аналитику, которую мы можем дать. А он, соответственно, сам принимает решения относительно своего дальнейшего развития. Понятно. Сидел, спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!